Формирование списков кандидатов третьего созыва Общественной палаты Ленинского района в самом разгаре. Став ее членом, можно принимать активное участие в жизни района и осуществлять общественный контроль за действиями власти. Представим ситуацию. Я, Илья Кремнев, гражданин Российской Федерации, житель Ленинского района, имею горячее желание стать общественником, но не совсем разбираюсь в процедуре подачи документов. За помощью я обращусь к председателю Общественной палаты Ленинского района. Для того, чтобы стать кандидатом в члены Общественной палаты нового созыва, есть два пути. Один путь – это подать свою кандидатуру от какой-либо некоммерческой, либо общественной организации, либо от инициативной группы. И второй путь – это самовыдвижение. Если кандидата выдвигает какая-либо организация, то разобраться в процедуре оформления поможет она же. Мы же рассмотрим пример самовыдвижения. В случае самовыдвижения необходимо предоставить следующие документы. Это заявление кандидата самовыдвиженца, две рекомендации от авторитетных жителей Ленинского муниципального района, анкету кандидата, копию паспорта, а также краткую информацию о рекомендателе в произвольной форме. Первый этап сейчас как раз-таки сбор информации и сбору таких вот документов. Предоставить их можно по адресу школьная 77, город Видное, это здание МФЦ, кабинет номер 13. До какого срока? До 31 марта. Скажите, а что сподвигло вас подать документы в члены общественной палаты? У нас в общественной организации Ленинского района многодетных семей есть ряд озабоченностей и вопросов, которые мы хотели бы донести до власти Ленинского района. Поскольку я на стезе общественного контроля человек новый, то невольно возникают опасения, смогу ли я совмещать общественные обязанности со своей основной трудовой деятельностью. Опасения мои развеял Григорий Авдеев. Он занимает пост заместителя директора по развитию Дворца спорта Видное. За его спиной проведение спортивных мероприятий международного уровня, организация галоконцертов. Словом, работы очень много. Но, несмотря на это, он уже много лет является активным членом общественной палаты. Польза от ее деятельности компенсирует потраченное на общественных началах время. За то время, сколько я в общественной палате состою, много вопросов к нам были проработаны. В том числе и ситуация военного городка Петровского, где я являюсь местным жителем. И те нюансы, все трудности, которые возникали в ходе благоустройства, в кратчайшие сроки до внесения какого-то ущерба, нам получалось их локализовать и исправить. Так что общественная палата – это эффективно. Итак, выбор за каждым. Можно занимать пассивную позицию, ожидая, пока все сделает кто-то другой. А можно стать самому хозяином своего района. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.